Сегодня, собственно, попытаюсь рассказать о веб-компонентах. Доклад больше такой вступительный в саму тему и чуть-чуть о том, как мы используем это на MRP в CGM, почему мы это сделали и, собственно, к чему нас это привело. Как-то так. Так, агенда. То есть первое, это мы рассмотрим, зачем это нужно, то есть почему этот стандарт появился, потому что люди часто не знают, с чем они работают и знание того, почему это появилось, иногда важнее, чем сама технология, потому что люди ее неправильно используют, ну и все с этим вытекающее. Собственно, сам стандарт, о том, как мы это используем и рекомендации, которые я вот вывел спустя, наверное, полгода, после того, как мы впихнули этот веб-компонент у нас на проекте. Собственно, root cause. Ага, это жалко, я теперь это понял. Ангуляр, ой, собственно, HTML был изобретен лет 20 назад и изначально он был создан не совсем для того, что мы сейчас его используем. Стоит посмотреть на Facebook, на любой другой большой портал, даже на то, что мы пишем. Он, то есть, изначальная цель была распространение документации, каких-то обычных текстов, но мы пришли к тому, что сейчас мы смотрим и видосы, и музыку слушаем, что угодно делаем. Совершенно не то, что было изначально. Ну, как, в общем-то, весь веб, он прям пестрит вещами, которые были изобретены не для того, как их используют. И до какого-то времени сам веб весь вообще считали достаточно такой гибой темой. До появления там jQuery, Backbone, люди вообще не воспринимали веб как способ распространения информации, красивого распространения информации. То есть все было достаточно скучно, некрасиво, и вот благодаря jQuery появились люди, энтузиасты, которые начали активно вводить новые технологии. То есть сам jQuery дал очень большой толчок к тому, чтобы люди усложняли веб. То есть потребители захотели этого усложнения, ну и разработчики, собственно, вынуждены были к этому быть готовы. Собственно, сам jQuery — это такой толчок, Backbone — это такой фреймворк, который показал, что, в общем-то, можно как-то раструктурировать код каким-то образом, не просто все в одном файле писать, а применять уже техники с более устоявшегося, как .NET, кого угодно, тех вещей, которые люди уже давно влезли и уже знают, как с этим жить и работать. Ну и, собственно, сам Angular и React показали уже, собственно, что приложение может быть очень большим. И вот в этом всем контексте именно React, собственно, сам пришел и сказал, что вот у нас полностью компоненты, мы их будем использовать, и вам это понравится, скажем так. В свою очередь, Angular изначально брал чуть-чуть другую технику с директивами, но с приходом React они тоже переметнулись на эту ступень. И сейчас, наверное, основная тройка, четверка фреймворков все используют в той или иной мере компоненты, но, опять же, не те компоненты, которые используются в браузере. То есть браузеры сейчас активно вводят стандарты для того, чтобы в какой-то мере поглотить работу фреймворков. Ну и, собственно, приемлемость всего веба. То есть сейчас очень активно форсят всякие статьи о том, что вам, например, не нужен jQuery. Практически у каждого в проекте он есть, но все форсят, что он не нужен. И если разобраться, то оказывается, практически все главные фишки jQuery, они переползли в стандартную работу браузера. То есть основная задача jQuery изначально была – это селекторы, работа с Аяксом, и теперь это все уже есть в браузере. То есть основная часть самого jQuery уже, как бы так сказать, умерла. То же самое происходит сейчас и с веб-компонентами. Они активно, то есть изначально React написал эти веб-компоненты, не веб-компоненты, свои компоненты написал. И они, когда их писали, на тот момент уже были стандарты о веб-компонентах. Они, скажем так, не придумали это с балды. То есть вся разработка фреймворков и саппорт-браузеров, он идет практически параллельно. Они друг у друга тырят идеи, и, собственно, сам React в какой-то мере – это и есть реализация такого вида веб-компонентов. То есть друг у друга тырят, в конце концов, получаются технологии. Как-то так. Есть какие-то вопросы? Нет, пока нет. Не было. Окей. Ну и если вы начнете искать, собственно, стандарт по веб-компонентам, то окажется такая достаточно запутанная ситуация, что как-то такого стандарта-то и нет. На самом деле сам, скажем так, стандарт, он состоит из нескольких частей, которые совершенно независимы друг от друга, их можно использовать по отдельности и можно использовать вместе, собственно. Основные, собственно, четыре стандарта – это Shadow DOM, Templating, Custom Elements и модульный HTML – это вот четыре стандарта, которые в объединении должны были выдать такие вот веб-компоненты. модульный HTML за дебрикейшен сейчас, потому что Mozilla отказалась его поддерживать, и, собственно, они там, наверное, лет пять выступали за то, что это не нужно, и его вообще отменили, сказали, что этого не будет. Ну и самый большой, наверное, такой стандарт – это Shadow DOM. В чем суть? Мы создаем элемент, к нему подвешиваем так называемую скрытую область, и абсолютно все становится в нем независимо от страницы, на которой это все находится. Это не совсем правда, но… Сейчас. Но… Довольте. Все, что происходит, это создается… Создается дивка, на которую надешивается… Которая надешивается, что она является родителем Shadow DOM, и все, что внутри вот такой вот инструкции, как Shadow Good, это все достаточно обособленный кусок HTML, у которого есть свой CSS, свои дивы, то есть если сейчас попытаться клэри-селектором выдрать все дивы, то мы не сможем выдрать все, что внутри Shadow Good. Слушай, а такой вопрос, а можно туда вот в тот Shadow DOM подключить внешний CSS? Ну, типа, сделать отдельно… Не стайлом, а вот именно подключить файл? Можно. Я читал, что можно, и даже пробовал. В Chrome это, по-моему, даже работало, но это… Не кросс-браузер? Это, во-первых, точно не кросс-браузер, во-вторых, не все даже хотят это поддерживать, и как с этим работать, непонятно. То есть все сводится к стайлу в конечном итоге? Да, в конечном итоге это все к стайлу сводится, но если взять тот же Angular или React, который… Ну, так как уже забегая вперед, что мы создаем ангуляровские компоненты, потом его переводим в веб-компонент, ангуляр под капотом все равно это делает точно так же. То есть они не изобретают филосипед, они просто всовывают в каждый элемент по вот этому вот стайлу. И там дальше я скажу, в чем тут есть небольшая проблема. Но суть остается в том, что мы можем использовать вот кусок шадоу дома абсолютно с любым дивом, абсолютно с любой вещью. Это не какая-то сильно хитрая вещь. Все, что нужно знать, это вот то, что создается закрытая область, она одновременно, собственно, и закрытая, и все равно открытая остается. У нас есть, всегда есть доступ ко всей внутренности. То есть если мы сейчас возьмем вариселектор по диву, то мы получим всего лишь две ноды, хотя на самом деле их тут явно больше. И на первый взгляд обычная дивка, у него есть shadowroot, но... Я довернусь к этим тушке и посмотреть. Ну, у этого пиано, у этого дива есть такое скрытое свойство shadowroot, которое, собственно, и выставляет доступ ко всем внутренностям. Если к нему, в него зайти и уже от него попытаться к вариселектор сделать, то получим все, что нам нужно. То есть, по сути, оно остается скрытым, но доступ такой-никакой есть, и мы даже можем сюда подкидывать там чуть ли не CSS, как-то модифицировать его. То есть таким образом мы получаем и изоляцию как сейфреймом, но мы можем с ним как-то все-таки взаимодействовать. Хорошо это или плохо? Ну, не знаю. Но это лучше, чем изобретать костыль. Во всяком случае. Слушай, а такой вопрос. А если мы глобальный стиль, например, подключим в хэд, ну, я где определю, что там все, например, там дивки должны быть там с черным бакграундом, оно переходит на shadowdom дивки? Нет. Нет, он полностью изолированный, поэтому не переходит. То есть, если я сейчас там засуну, ну, я не знаю, ну, короче, если я засуну на все дивки, то оно не сработало. Но, опять же, я могу зайти вот таким вот способом, там подкинуть CSS-ник или еще что-нибудь, создать CSS-ный тег и туда засунуть все, что я хочу. Кстати, так иногда для динамики и делают компанией. Ну, вот, собственно, весь стандарт достаточно простой. Его используют сейчас активно в том же, наверное, в React-е не скажу, это вновь не работало, но в Angular, когда мы пишем view and population, то ли shadow, то ли native, не помню, он по умолчанию это все использует. Даже без веб-компонентов и всего остального. Ну, поддержка, тут нужно понимать, что поддержка у этого всего достаточно странная. Существует два стандарта shadow дома. Абсолютно все вот эти вот стандарты, они существуют в двух видах. Нулевой драфт и первый драфт. Нулевой драфт полностью за гидрихейчен сейчас поддерживается в Safari в некоторых версиях, еще в каких-то браузерах, но и даже в E, по-моему, поддерживается первый драфт, второй драфт поддерживается, нулевой драфт первый поддерживается, то есть вот только в Chrome, в Firefox, но, опять же, все фреймверки, которые внутри себя создают веб-компоненты, они наворачивают кучу полифилов, даже, собственно, все полифилы идут из полимера, полимер это, кто не знает, либо для создания веб-компонентов от Google, в общем-то, все они в какой-то мере ее используют для того, чтобы не изобретать велосипед, скажем так. Ну и вот, как это сделать, единственная инструкция, которая нам нужна, это взять компонент, вызвать у него attachShadow метод и передается туда, на данный момент есть только, вот, передается объект, но в нем есть только одно поле мод и все. Это сделано, скорее всего, для будущего расширения, то есть, чтобы не получилось так, что нужно было вот вставлять там функцию 8 параметров в нул, потом 9-й в true. они сделали передачу объекта вот этот вот мод, собственно, все ошибочно думают, что если туда передать open, то он будет открытым и с ним можно все, что уходно делать, но нет, на самом деле open единственное, что говорит, это то, что в объект будет добавлен shadow root объект. Одновременно с этим есть поле, ну, опция close, и все думают, что раз типа close, то значит все закрыто и прям вообще невозможно к нему добраться, но опять же нет, все, что оно делает, это возвращает, не записывает shadow root в пиано, а просто возвращает ссылку на какой-то объект, то есть его все равно нужно куда-то принять, даже если вы поставите mode close и забудете присвоить это в какой-то объект, хром ругается насчет того, что вы не можете так делать. Вот и все. В таком варианте еще меняется поведение лисенеров, потому что если мы повесим лисенер на пиано, он задиспатченый, задиспатченное событие всплывет до него, но оно не скажет, кто конкретно был инициатором этого события, опять же это все сделано из-за политик секьюрности. Следующий стандарт это custom elements, все, что он в общем-то делает, это учит браузер воспринимать кастомные элементы, тех, которых нету в стандарте, и одновременно с этим предоставляют колбеки для каких-то там событий, они абсолютно похожи на события в реакте ангуляре, то есть создается кастомный элемент, у которого навешивается connected callback, который по сути является онанитом с ангуляра, атрибут changed, это он changes с ангуляра, адопат callback это достаточно интересное такое поведение, можно создать кастомный элемент в одном айфрейме и перенести его в другой айфрейм и тогда вызовется этот callback, но с какого-то момента люди им не пользовались, его чуть ли не задеприкетили, сейчас не знаю его судьбу, честно говоря. Ну и disconnected callback это собственно callback, в котором мы должны отписываться от всех событий, это просто удаление его из дома, то чего собственно всем и не хватало до появления HTML. Опять же тут такая же самая ситуация, есть два стандарта, один из них поддерживается в одних правительствах, другой в других и опять же полификация это все решает. Это одна из самых главных причин, почему люди не очень активно их используют, не хотят собственно в это влазить. Ну и собственно в HTML мы получаем тег красивый, который что-то должен значить для нас. И само создание в самом низу Custom Elements Define. То есть мы говорим, что браузер должен воспринимать вот этот вот тег, в свою очередь вызывать пиано кейборд. главная такая фишка этого всего то, что по умолчанию первый стандарт нулевой использовал функции, первый использует уже классы и мы обязаны экстендиться от какого-то элемента существующего в HTML. То есть в этом случае я просто по сути от div наследуюсь. И дальше мы вольны делать все, что хотим. зис это ссылка на этот созданный элемент, то есть зис это будет пиано кейборд. И дальше просто воротим все, что нам интересно, все, что хотим. Работают все абсолютно операции с домом. Больше мне сказать, наверное, и нечего. темплейты. Тут опять же небольшое недопонимание людей в том, что мы привыкли к темплейтам с Backbone, с Underscore, с jQuery, с Angular. и все воспринимают темплейт как строчку с какими-то заменяемыми частями и как-то вот так ее воспринимают. Но почему-то ребята, которые писали стандарт, это восприняли не так. Поддержка та же самая, собственно. И как они это восприняли? мы создаем тег-темплейт, вставляем внутрь любой ход и тут начинается достаточно странное поведение в том плане, что браузер отрабатывает полностью весь HTML, он создает это дерево, но не отрисовывает его визуально. Что с этим потом делать? мы просто берем по элементу, находим по ID, по классу, по чему угодно, находим этот элемент, начинаем его копировать и потом заменяем куски этого HTML так, как нам нужно. Удобно это? Я думаю, что нет, но стандарт такой. Единственное, что это меняет, скажем так, это то, что у нас мы инжектаем уже, то есть мы клонируем уже существующий какой-то кусок дома, и у него уже есть все манипуляции для query-селектора, с клонированием нодов и всего остального. То есть это все уже доступно, мы работаем не со строкой, мы работаем уже с куском Это отличается от того, что ты просто div создашь вместо тега template. Ну просто возьмешь div id piano шарп кей бла-бла-бла. Ну тогда он у тебя отразится, но он у тебя отрисуется на экране. Ага, template нет, ага, я понял. он просто не отрисуется и все. Ну решаю, что фишка в том, что люди, ну современный человек, который воспринимает template темплейтинг, то, что ты передаешь туда страху темплейтинга и потом она автоматически заменяется, она подставляется модель или что-то типа этого, оно работает не так. Называется оно похоже, но вот работает не так. и вся суть в том, что мы вот берем, клонируем у тега template есть специальное свойство content, оно дает полностью ноду, мы ее клонируем, потом модифицируем, как нам хочется и в конце концов мы ее должны вставить в дом. И вот получается, что до того, как мы не вставим ее ручную в дом вообще ничего не отрисуется. этого просто не будет. Ну, браузере это выглядит примерно вот так вот. То есть вот есть template, его он просто не отрисовался. Дальше я уже JS-ом получается выдираю вот эти куски, модифицирую их и вставляю назад. По сути мало чем отличается от комплейтов, в смысле от дальнейшей работы. То есть мы просто вставляем элемент, но мы его не конструируем хитрым образом, он уже браузером конструируется за нас. Не знаю, мне кажется, что это полная бредятина, но самая интересная часть находится в темплейтах, добавили такой элемент как слот. И вот он интересен. Дальше он интересен тем, что по сути это портал или контент проекция на ангуляре. То есть мы можем вставить тех-слот внутри темплейта и потом вставить в этот слот абсолютно любой элемент. Почему это удобно? Потому что, например, у нас есть материал дизайна input с какими-то там я не знаю, текст input с какой-то внешней обкруткой. И как раньше все делали? Создавали компоненту на реакте, ангуляре и внутри этого компонента вставляли input. Сейчас если вы посмотрите в материал тот же сделано не так. Все сделано через слоты. То есть мы заворачиваем реальный input в наш декорирующий какой-то элемент и по сути мы декорируем input но не контролируем его. То есть человек может туда поставить любые атрибуты на него навесить задизейблить его и так дальше. Как раньше делали мы должны были то есть наш компонент должен полностью прокидывать всю опишку для input через себя прокидывать в input который внутри мы ставили. То есть слоты позволяют от этого уйти оставить визуалку или какие-то навешивания стилей на внутренние элементы которые вставятся в него но уже не контролировать сам input и вот это есть то ради чего пока что этот template по-моему еще используют. Следующее это почему мы решили использовать веб компоненты в нашем проекте у нас возникла проблема с тем что календарь который был в проекте он во-первых он выглядел не так как нам нужно он не работал так как нужно нам но была большая проблема то что заказчик сказал что на этом календаре будет из разряда 2000 каких-то записей и ангуляровское приложение в этот момент просто погибало мы ничего не смогли в общем-то с этим сделать и поэтому решили каким-то образом всунуть более производительный второй ангуляр и в этот момент вышел как раз шестой ангуляр или седьмой в котором уже веб-компоненты были в более или менее стабильном состоянии ну мы собственно подключили основной упор это то что мы можем использовать абсолютно все новые фишки с материала с чего угодно все это инкапсулировано может быть и мы построили вот такой вот календарь по сути он отображает нужное количество элементов может быть в конце покажу может нет не знаю и сейчас у нас есть небольшие проблемы именно с перформансом этого веб-компонента потому что как казалось эти веб-компоненты всем хороши но есть свои неудачи скажем так во-первых есть проблема в том что мы получается грузим абсолютно весь второй ангуляр или то что ему нужно это достаточно большой кусок кода это занимает вот у нас на графике можно видеть что скрипт занимает 9 секунд то есть просто 9 секунд мы подгружаем все что нам нужно потом мы там еще парсим дом 5 секунд потому что мы вставляем огромное количество элементов и первая часть это в смысле сама библиотека просто запускается ну он внутри себя по сути ангуляр втягивает но как получается что второй ангуляр запускается в такой скажем оболочке консульированной и у него нет другого выхода просто выкачать абсолютно все зависимости которые ему нужны плюс у нас стоят кучу полифилов кучу всего для того чтобы это работало вплоть до 7-го по-моему какой общий размер джаваскрипта ой сейчас не скажу я не посмотрел это плюс-минус я даже плюс-минус не скажу больше мегабайта он меньше мегабайта но все равно получается достаточно много кода и проблема даже не в его объеме а в том что он выполняется долго может быть просто браузер это все воспринимает достаточно долго ему нужно подгрузить этот огромный класс для нового элемента честно в стиле подробности я уже вчера ночью не влазил но я просто заметил что стал медленнее и интересная достаточно штука появилась такая что мы используем опять же зону ERX внутри календаря и буквально там пару месяцев назад практически каждый элемент на календаре создавал кучу подписок на ERX и в какой-то момент я заметил что он начал очень сильно лагать потом начал профайлить и оказалось что просто создание ERX сабжектов тервоблов занимает просто очень много места и как памяти так и место загрузки поэтому в какой-то момент я их повыпиливал и ERX как таковую вообще не использовался внутри компонента но сейчас мы его вернули и я смотрю что что это не самое лучшее то есть у нас занимает на старте приложения 6 секунд там ERX гоняет свои эти свои сообщения между своими объектами хорошо это или плохо ну скорее всего это специфика нашего проекта для для общих проектов это наверное не сильно важно есть какие-нибудь вопросы пожелания и те написал список опасных слов в чат и так рекомендации которые я могу вынести после того как мы создали этот компонент первое это то что мы можем создать компонент без shadow дома но лучше конечно это делать с shadow домом сейчас ангуляров этот компонент он создан без shadow дома потому что оказалось что сейчас css калькуляция и лояльти занимает одну секунду из 18 в современном нынешнем состоянии то до этого это уже сейчас мы уже выбросили shadow дом то до этого каждый компонент вставлял css себя и вот этот вот процесс создания этих двух тысяч компонент с этим css занимал порядка 5 или 6 секунд то есть отказ от shadow дома нам предоставил лишние 5 секунд скорости вот как раз у меня такой вопрос был действительно ли оно насколько оно быстро в сравнении с классическим домом без shadow дома вообще ну как утверждает собственно создатель браузера то что внутренний css никак не должен особо влиять на скорость я не css имею ввиду ну ты как бы дерево большего размера получаешь ты по сути делаешь изоляционные области такие внутри и так огромного дерева самого по себе даже сами теги shadow дом внутренней структуры и так далее это все равно больше дома ну насчет больше дом там всего на один тег больше а вот уже внутренняя оптимизация как он умудряется оптимизировать вот это создание этого кусочка дома тут вот опять же создатели браузера утверждают что внутри есть очень много оптимизаций и создание этих же shadow домов компонентов должно быть оптимизировано и не сильно влиять на скорость но на практике оказалось что вот на создании двух тысяч элементов все-таки есть заседание по скорости опять же возможно это специфика именно календаря то есть если вам нужны аккордеоны или еще что-нибудь такое чего не будет на странице по две тысячи то это наверное не так важно но у нас такая ситуация и в тот момент мне пришлось это выбросить мне пришлось выбросить практически все удобности ангуляра то есть мы практически не пользуемся Rx из-за того что он просто долго конструируется сейчас чуть ли не event listener навешиваются события на вот эти карточки причем они навешиваются не все сразу а по наведению на эту карточку то есть оказалось что засовывание то есть у нас эти карточки они могут еще ресайдиться перетягиваться оказалось что просто создание навешивания event listener в таком количестве приводило к тому что там за 5-6 секунд тормозил мне пришлось отбросить навешивание всех event listener сразу и навешивать их уже по необходимости а мы можем комбинировать то есть это же не проблема в принципе создать там весь календарь через shadow дом ну просто чтобы изолировать его как отдельный компонент а внутри него уже работать как они же уже будут считаться как внутри глобального shadow дома или как это работает да так можно сделать но опять же у нас возникли проблемы с css потому что например опять же у нас есть контекстный меню и еще что-то что вставляется вне контекста календаря оно вставляется в боди и тогда получалось что у нас есть части которые динамически вставляются в календарь части которые не в календаре и css в каких-то работал на каких-то нет в конечном итоге то есть получается бутстраповская там контекстное меню уже здесь не прокатит прокатит только в том случае если ты засунешь css и в основной проект и внутрь календаря ну то есть получается что так как css полностью изолирован с shadow домом то половина уже не работает ну неприятно но зато иногда это нехорошо крейс shadow link shadow дом link в конструкторе потому что некоторые люди пытаются там чистить методы его создать и ну в конечном итоге просто теряются в этом все ограничение браузера в том что все динамичные все кастомные компоненты должны иметь дефис в имени это ограничение браузера для того чтобы он понимал что он имеет дело с каким-то кастомным элементом то есть если посмотреть на весь стандарт оказывается до этого я этого не замечал что все элементы все теги идут без дефисов без пробелов но без пробелов понятно но то что абсолютно все теги в html однословные я не сейчас не могу вспомнить ни одного стера ну и вот они сделали такое ограничение то есть мы не можем создать там просто пиано или лэптоп нужно что-то май лэптоп или что-нибудь такое придумать вот следующее такое интересное ограничение мы все привыкли к тому что в ангуляре там биндинг в реактор тоже можно вкидывать просто объекты в кастомные элементы то с кастомными элементами в браузере есть такое странное ну не странное но достаточно логичное ограничение то что мы можем вкидывать только строчки внутреннего почему это потому что абсолютно все атрибуты в html не умеют принимать объекты из джинса это было изначально так сделано и до сих пор это работает для того чтобы это никак не ломать это просто не поддерживается но мы можем взять кастомный элемент дернуть его из джинса и засунуть уже этот объект просто или напрямую как кастомный элемент точка моя дата или же более нормальный вариант это делать сеттеры для того чтобы уже явно устанавливать туда объектное значение можно как вариант делать джейсон спринтефай и засовывать его в строку к ключу для кастомного элемента но мы опять же столкнулись с такой ситуацией что для календаря нужно запихивать достаточно большой объект и просто стрингфай его и потом внутри кастомного элемента назад его парсить это может занимать до секунды просто вот такое ограничение я видел на другом проекте это используется я не помню честно это название проекта там Влад сделал кучу когики для того чтобы сначала стрингфайли объекты засовывались в элементы потом назад парсились но во-первых это нужно в тракетч засовывать потому что джейсон парс может выбросить exception и тогда его нужно засовывать опять же тракетч по-моему не подходит для оптимизации хрома V8 и таким образом мы начинаем достаточно сильно проседать производительность для того чтобы лучше разобраться в этой всей тематике самое простое это обратиться к уже существующим тегам которые по сути построены на веб-компонентах и изначально этот стандарт в общем-то и придумывали для того чтобы расширять поведение браузера чтобы разработчики могли его расширять не сильно не переписывая весь браузер как это делали там раньше в моменты и если посмотреть на видеотех то все простые свойства они получают строчками через property все как в первом ангуляре мы вбрасывали лб по сути в компонент то здесь уже сделано как во втором ангуляре собственно так и логично выкидывается event когда что-то происходит ну и когда нужно что-то выполнить есть опишка метода то есть самое лучшее что можно придумать это просто взять залезть в любую документацию по аудио видео тегам и посмотреть как у них это сделано у них в общем-то методы для того чтобы скидывать какие-то более тяжелые вещи event для того чтобы как-то общаться с внешним миром и property для того чтобы прокидывать какие-то опции ничего кроме строчек прокидывать мы не можем ну и так хорошие части этого всего это то что веб-компоненты могут ускоряться сейчас на уровне поддержки браузера они работают для того чтобы они как можно быстрее работали они все равно в какой-то момент будут работать быстрее чем то что чем те партии которые написаны на реакте или же на ангуляре ну только потому что сам браузер написан там на сей на чем он там написан он написан все равно на более быстром языке чем JS и в конечном итоге мы все равно вся интерпретация JS происходит на каком-то более низкоуровневом языке и мы все равно ограничены этим то есть в конечном итоге браузеры мы все равно должны выиграть в этой войне скажем так за производительность второе мы можем создавать независимые от фрейнверка компоненты то как мы это сделали для первого ангуляра сейчас его можно точно так же вставить с небольшими апдейтами но его можно вставить и в реакт приложения и просто в html то есть мы пробовали нормально работать таким образом мы не привязаны уже к какой-то одной системе мы можем легче маневрировать между ними мы опять же можем не мы конкретно а какая-то сторонняя сила может изобрести или скорее всего уже изобрели что-то типа bootstrap который мы можем использовать потом не переписывать этот же самый bootstrap на аргуляр потом на реакт потом еще на кого-то взять создать реализабельные компоненты использовать их везде то есть мы можем переходить потом из фреймверка на фреймверк и вообще не замечать практически никакой разницы потому что все компоненты уже они одинаковые есть в ссылках интересная ссылка на пост собственно в котором человек рассуждал почему реакт ну человек рассуждал о том что в какой-то момент реакт должен уйти вообще с рынка потому что в этот компонент его просто сместят как таковое кроме там инфраструктуры то у реакта в общем-то ничего там не остается и все остальное и в этот пост собственно вмешался Абрамов да нам там и он начал дискутировать насчет того что этого не будет или когда это случится реакт уже ну предоставит что-то новое и там есть интересная достаточно аргументы от него они относятся к тому что в общем-то стандарт достаточно сырой поддерживать его мало кто хочет и люди просто боятся переходить на что-то новое в продакшен это может быть готово может быть нет сделать какую-то огромную штуку и потом только узнать что оно было не продакшен рейди это тяжело поэтому люди просто пока его входят стороной ну и есть достаточно интересные проекты которые литэлемент и hybrid.js это опять же библиотечки для того чтобы более просто создавать эти самые компоненты то что я показывал вот эти вот кусочки отдельные они уже совмещены мы пишем просто такой же самый очень похожий на реактовские компоненты но там есть один подводный камень то что почему-то библиотека которая делает все красиво и использует внутри себя веб-компоненты весит больше чем сам реакт почему это и с чем это связано я не знаю но скорее всего это связано с кучей полихилов и всего остального того чего в реакте не нужно но проекты достаточно интересные и я думаю что когда-то они выстрелят ну и по всей части я о них уже собственно сказал то что стандарт достаточно меняющийся тут написано что стандарт первого первого драфта Steel Progress по-моему сейчас они уже его как-то утвердили но опять же когда-то все браузеры перейдут на него непонятно потому что сейчас до какой-то версии Chrome они поддерживают любой стандарт после какой-то версии они начали поддерживать первый стандарт и даже сейчас у нас в приложении оно начало сыпать ошибки о том что мы перешли с одного стандарта на другой и вам пора уже обновиться нужно будет это просто делать вот и все ссылки тут в общем-то эти же рекомендации в общем-то в других статьях сами полифилы что нужно подключить для того чтобы это заработало для ИЗе восьмого можно почитать там просто по статье надо пройти и подключить все что нужно без этого то Firefox не работает то Chrome даже Chrome некоторые вещи не поддерживает то и отпадает то есть сейчас нужно еще потрудиться для того чтобы завести это все собственно статья на то на обсуждение почему React не умрет от Дэна Абрамова и интересный достойный сайт он мне он просто понравился он собственно показывает как интернет выглядел приблизительно на его начале наверное уже никто и не помнит какие сайты но он прикольный все собственно спасибо есть какие-то вопросы молчание согласен пойдемте поедим больше всего интересно интересно спасибо полезная информация еще Миша дякую ну тогда если что пишите в общем-то мне особо больше нечего сказать а что за где-то читать все в общем-то на я Продолжение следует...